Знаете, в очередной раз убеждаюсь, что наши правители, вот они дуболомы, у которых ни мозгов нет, ни креатива. Вообще непонятно, о чём они думают, вообще непонятно, за что они платят деньги пиарщикам, потому что, ну уже даже неинтересно. Уже даже иной раз неинтересно наблюдать за происходящим, неинтересно комментировать это происходящее, неинтересно даже просто отслеживать ситуацию по одной простой причине, ты всегда знаешь, чем оно закончится. Вчерашний день, вчерашние мероприятия, которые прошли в Москве и в Санкт-Петербурге в первую очередь, стали очередным тому подтверждением, но для начала предлагаю ненадолго, на пару секунд переместиться в Хабаровск, где протесты по сей день продолжаются, хотя уже озвучено имя того, кто займёт место главы региона, по крайней мере временно. Слава Богу, что это не единоросс, не это Михаил Дегтярёв. Я, правда, не знаю ничего толком об этом Михаиле Дегтярёве, только о том, что депутат Государственной Думы от ЛДПР, который в своё время пытался запретить хождение доллара на территории Российской Федерации, не просто хождение, но и хранение каких-то сбережений в долларах, что лично меня удивило. Ну да бог с ним, об этом мы будем разговаривать позже, не в этом выпуске, сейчас предлагаю посмотреть, как. Сегодня проходят протесты в Хабаровске. Очень поучительный кадр, в кадре сотрудник полиции и протестующие. Посмотрите, что они делают. Из НР, я просто не верю, что это происходит в нашей стране. Хабаровский край продолжает удивлять. Полицейские, вместо того, чтобы винтить и бить дубинками протестующих, раздают им маски. Слезы на глазах, посмотрите. А сейчас предлагаю переместиться в Москву и посмотреть, что происходило там Я вам буду показывать эти кадры Вы делаете выводы сами Я не знаю почему Всю вот эту вот историю Кто-то ошибочно Называют митингами И я уверен, что сегодня пропагандисты в вечеру в своих эфирах Ну я имею ввиду, конечно же, главных пропагандистов Это Киселька Это Сливной Бачок Скобееву И же с ними Которых, конечно же, все это будут называть несанкционированными митингами Хотя это не так Потому что не было там никаких митингов Давайте по порядку Дело в том, что эта акция действительно планировалась заранее Тут даже дело не в хабаровских протестах Ну, видимо, одно на другое все равно наложилось Организаторами выступило некое движение «Нет» Которое по-быстрому там сколотили В связи с голосованием по поправкам в Конституцию Вот они действительно хотели провести некий митинг Чтобы показать, что, в общем, нас вводят в заблуждение Потому что людей, которые не согласны С голосованием по этим поправкам было намного больше Вообще не согласны с внесенными изменениями в Конституцию Вот для этих целей они хотели провести митинг Митинг не санкционировали Под предлогом, что, мол, вы знаете, пандемия коронавируса Все еще достаточно опасна Поэтому мы решили подстраховаться, чтобы люди не перезаражались Не можем мы вам согласовать данное мероприятие Хорошо сказали организаторы Не даете нам провести митинг Причем я их прекрасно понимаю Потому что как голосовать идти То, в принципе, пандемия сошла на нет Не такая уж она и опасная Как выходить на митинг? Ой, нет, что вы, что вы, что вы Люди могут заразиться Они пошли на маленькую хитрость И они сказали, это будет не митинг Мы просто собираемся, объявляем о сборе подписей Приходите в такое-то место Вот на Пушкинскую площадь в данном случае В городе Герои Москве Пожалуйста, оставьте свою подпись Людей пришло, в общем, достаточное количество Несколько сотен человек Несмотря на дождь Да, они вынуждены были там задержаться на какое-то время Но по факту это не было митингом Потому что сами организаторы объясняли Почему собралась такая толпа Во-первых, желающих подписаться оказалось немало Во-вторых, ну это нужно время Это нужно внести какие-то данные Там оставить Это не просто пришел, расписался и побежал Действительно, минут 5-7 Ты с одним человеком теряешь На то, чтобы он оставил вот эту вот свою подпись Естественно, образуется какая-то очередь Это прекрасно понимали и те Кто находятся по ту сторону баррикад Поэтому они прекрасно отдают себе отчет Что там происходит Был объявлен сбор подписей А как собирать подписи без людей Почему в какой-то момент людей начали задерживать Ну да, там действительно кто-то появлялся с плакатами Да, там действительно кто-то кричал какие-то кричалки Ну ребята, дорогие Давайте отмотаем чуть назад Еще раз Вы запретили проводить митинг Мотивировали это тем Я сейчас к властям, да А пытаюсь апеллировать Мотивировали это тем Что митинг мы не можем вам разрешить проводить Потому что это небезопасно для участников Вот потенциальных участников Вот этого самого митинга Ага А значит хватать потом этих участников Засовывать в автозаки пачками Засовывать потом в камеру Набивать эти камеры как селедок в бочке Да, это безопасно по-вашему Слушайте, ну это же бред Если значит вы не даете разрешения На проведение массового мероприятия Вот под таким предлогом Что это все делается в целях безопасности То будьте последовательны Вы должны дать запрет И на то, чтобы людей задерживали Пожалуйста, да Фиксируйте У вас есть система распознавания лиц И так далее И после в каком-то там Одиночном порядке По одному вызывайте Пусть дают показания Зачем они туда приходили Пусть дают какое-то объяснение Если действительно не смогут объяснить Тогда да Возбуждайте в отношении этих людей Какие-то административные дела Простите, но еще раз Вы якобы выступаете за безопасность За здоровье окружающих А потом берете целую кучу людей Засовываете в автозак Маринуете их там Если, да Они там рискуют все перезаражаться Потом пихаете их всех в одну камеру В принципе мы прекрасно понимаем Что если камера рассчитана там На 5-7 человек В нее могут засунуть и 15 А там только по официальным данным Задержали порядка 120 человек Это в одной только Москве Я думаю, что задержали людей Намного больше Я не знаю судьбу Я не знаю, как долго их держали В этих камерах Но факт остается фактом Слушайте, ну это свинство какое-то Я понимаю, что очень хочется удержаться Усидеть вот у этого корыта Вот у этой кормушки Но можно как-то это красиво делать И действительно, когда заразятся эти люди Кто будет виноват? Понятно, что все свалят на организаторов А сотрудники полиции А те, кто отдавал приказы Этим сотрудникам полиции Они что ни при чем? Есть такая фраза Которую я очень люблю Потому что она ничего не значит Я могу повторять ее День и ночь Нужно всем научиться Действовать в рамках закона Кстати, во всей этой истории Я не понимаю Позиции нашего великого Кормчего вообще высшей власти Которая вот заняла Какую-то выжидательную Наблюдательную позицию И я тут вроде как ни при чем То есть вот наш ни при чем Ишь опять где-то Самоустранился Его не видно, не слышно Когда значит надо было призвать людей Прийти и проголосовать за эти поправки Он без ума без памяти Появлялся в эфире Говорил, прошу отнестись к этому С пониманием Это очень нужно Давайте все дружно Соберем задницы в кулак У тебя страна бунтует У тебя целый регион сегодня бунтует У тебя другие регионы готовы Подключиться к этим протестам В любую секунду Это твой косяк в первую очередь Это ты допустил Вот такую вот ситуацию Где твои пиарщики, Владимир Владимирович? Где ты сам? Ты же коронишь свои рейтинги сейчас Или кто-то думает, что Сегодня это пойдет Вот то, что происходит Пойдет на пользу Нашему царю? Да нет, не пойдет Потому что, например, в том же Хабаровске Если еще на прошлых выборах Там расклад был 70 на 30 То есть какие-то 30 процентов У Путина еще оставалось То есть там еще доверяли Какие-то 30 процентов дурачков Продолжали доверять нашему главнюку Я думаю, сегодня После того, что произошло После вот этих вот недельных протестов Которые продолжаются И чем все закончится, непонятно А я думаю, точно так же Однажды побегут Вот эти вот дуболомы на людей Да, согласен, кстати, с Потапенко Что местная милиция Будет своих защищать И они увидели Что можно обойтись без беспредела Более того, вся Россия увидела Да, весь мир увидел Что бывают мирные протесты Что во время протестов Можно обходиться без беспредела Так что же вы творите? В той же Москве Вот по уму Если бы я был пиарщиком Да, Владимир Владимирович Я бы сделал все Чтобы он там приехал туда Вышел к людям Нетруднего прислал Который, кстати, все равно к людям не вышел А где-то там по телевизору Что-то посвятился С какими-то чинушами Пришел бы, вышел к людям И поговорил с ними Вот такую ситуацию В принципе, можно использовать Для поднятия собственных рейтингов Но нам в очередной раз демонстрируют Что нас власть просто боится Власть боится своего народа Повторюсь, прислали в тот же Хабаров Струтнева Который даже не попытался К этому народу выйти Ни разу за неделю Который там через телевизор К ним обращается Тремя кольцами охраны Там огородился Вооруженными до зубов ОМОНовцами И то не местными ОМОНовцами А прилетевшими откуда-то там Из Краснодарского окрая А еще бог знает откуда Путина-то мы вообще не видим А то, что в Москве В Питере опять произошло Слушайте, ну я уже не знаю Даже каким словом это назвать Как-то так